Ну, в бой сразу, сразу. Да, политолог, не на пенсии, публицист, колумнист, автор книги. Владимир «Вся правда» о Путине, Станислав Белковский, наконец, в нашей студии. Мы уже кино показали, интервью Рыжкова показали. Ну что, почему развелись политики? Поставьте точку. Я не знаю, что говорили здесь до меня, но это не влияет на мою точку зрения никак. Она целостная и неделимая, единая, как Российская Федерация, в соответствии с новым законодательством. Политики развелись потому, что, как мне представляется, Михаил Михайлович Касьянов и Борис Ефимович Невцов решили избрать своим лидером Алексея Анатольевича Навального. Потому что сами они поняли, что, в общем, не вытянут партию, и какой-то целостной стратегии у них в голове не возникло. Как с этим быть? Потому что нужно положить жизнь за то, чтобы из партии Парнас сделать что-то стоящее. Кроме того, нужно положить много денег, а своя рубашка ближе к телу, и много денег лучше положить на что-нибудь другое. Как это часто бывает в российской политике. К такому выводу часто приходят наши оппозиционные лидеры, впрочем, и неоппозиционные. И здесь и, собственно, возик водораздел. Видимо, Владимир Александрович Решков не хотел, чтобы Алексей Навальный становился единоличным. То есть он себя видел лидером, вы считаете? Дело не в этом. Я думаю, что он, собственно, как он и показал, достаточно последовательно выполнял коалиционные договоренности, которые были с остальными участниками концессии. Но, собственно, смысл стоял в том, чтобы отдать партию Алексею Анатольевичу Навальному, и потом сказать, что, видите, какие мы хорошие. Мы поступили с личными амбициями ради того, чтобы самый перспективный молодой политик России обрел собственную партию. Что в переводе на русский означает, что, поскольку мы сами не знаем, что делать с партией, то возьми партию и горе за счастье в придачу. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд российская оппозиция, я имею в виду таких либералов, западников, почему она хуже, менее эффективна, чем украинская оппозиция? Конечно, да. Потому что воспитание народов, к сожалению, разное. Во-первых, на Украине всегда был раздражающий политический бейзаж, элемент в виде западной Украины, тех территорий, которые не входили в состав Советского Союза до Сталинского порабощения 1939 года. И они, собственно, вся история Бандеровщины, это история, в общем, национально-освободительной борьбы, как бы к ней не относиться. Это история людей, которые боролись против советской власти с оружием в руках. Они шли добровольно на бойню. С другой стороны, когда располз Советский Союз и Украина стала независимым государством в конце 1991 года, исчезла идея царя, который доминирует в русском сознании. И украинский народ на сегодня, конечно, он неоднороденный, ментальный, культурный, политический, но в целом он не воспринимает президента Украины как царя, который абсолютно непогрешим и свят. Не грешите всех. Благодаря в этом качестве хотя бы и на бессознательном уровне. Вот в этом большая разница, что в Украине есть социальная база протеста, и когда Виктор Янукович, есть огромная социальная база, недопущение узурпации власти свыше определенного предела. И когда Виктор Янукович решил протестировать, существует ли это предел, или украинский народ готов мириться с чем угодно. Он ведь последовательно шел к оценке этой ситуации. Сначала он пролонгировал аренду Черноморского флота на 25 лет, ничего не случилось, по большому счету. Потом он вернул действия старой конституции, которая делегировала президенту очень большие полномочия по российскому образцу. Тоже никаких больших масштабных протестов не было, потому что народ устал от оранжевого хаоса перед управлением Виктора Ющенко и Юлия Тимошенко. Именно поэтому он не мог уже серьезно реагировать на, как-то серьезно негативно реагировать на возвращение президентской республики. Потом он посадил Юлию Тимошенко, и здесь ничего не случилось. И он решил пойти несколько дальше. В тестировании, до какой степени унижения может дойти верноподный народ. И когда он уже демонстративно плюнул в лицо верноподному народу, отказавшись подписать обещанное им, кому только угодно, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то выяснилось, что этот предел перейти нельзя. Хорошо, вернемся к нашему сценарию, который не реализовался вначале, но тем не менее хочется сказать вот о чем. Смотрите, ведь украинский народ тоже глядел телевизор, смотрел телевизор, чемпионат мира по футболу был. Чемпионат Европы. Европы, прошу прощения, вот видите, не болельщик. Да, смотрел, все было хорошо. А вот не может случиться так тоже. Российский народ вот сейчас радостно смотрит Олимпиаду, там вы, наверное, тоже смотрите, там Кёрлинг, Халфпаев, Скелетон, Биатлон. Я вас оторвал, видимо, от этого важного дела, извиняюсь. Ну, вот... Ну, оторвал снегопад. Да, так вот, а через два года вдруг, вот как раз к определенным датам, этот самый народ, которого вы в монархизме обвиняете, он точно так же выйдет там на Тверскую и Новый Арбат и потребует с ним считаться. Разве это невероятно? Вероятно. Просто должен успеть психологический перелом, пока он не наступил. Мы должны считаться с реальностью, какой бы она ни была, хорошей или плохой. Ну, а если каждые там полгода показывать нечто вроде Олимпиады, тогда это не наступит, как вы думаете? Это одно с другим вообще никак не связано. Почему? Понимаете, Олимпиада – это специфическая вещь, я бы так сказал. Для чего нужна Владимира Путина, понятно. Для чего? Мне непонятно. Это глава о нем в едином учебнике истории. Еще одна? Она всего будет одна, их не будет две. Хотя, потому что две главы – это слишком длинно, и можно напортачить. Если бы Владимир Путин ушел в 2008 году, то в этой главе было бы написано, что он спас Россию от распада и прекратил Чеченскую войну. Или Ширикавказскую войну. Сегодня об этом, на это акцентировать внимание уже не очень правильно, потому что сама угроза распада России кажется абсолютно виртуальной. Прошло очень много времени, мы себе не представляем, как это вообще могло произойти. Ельцинский хаос кажется нам уже не таким плохим, как казалось лет 15 назад. С другой стороны, Чеченская война, как нам сегодня кажется, во все более возрастающем числе представителей народа России, закончилась поражением Российской Федерации. Во всем случае, политическим поражением, даже если это считается военной победой. Но вы хотите сказать, что создан специфический субъект Российской Конфедерации? Создано абсолютно независимое государство Чечня во главе с Рамзаном Кадыровым, который принимает те решения, которые ему заблагорассудятся, независимо от их соответствия федеральному законодательству и политическим приоритетам Кремля. Но чисто номинально, да, Рамзан Кадыров присягнул на верность Кремлю, и поэтому его вассалитет не ставится под сомнение, хотя де-факто его не существует. Поэтому это уже проявить нельзя. Значит, нужно было совершить какой-то созидательный акт, который в нашу паразитическую эпоху особенно важен. И это так было строительство города, нового города, не проведение Олимпиады. То есть Сочи – это Санкт-Путинбург? Да, это Санкт-Путинбург в чистом виде, в абсолютно правильный ответ. Я говорю Путинбург. Путинбург, да. Именно так. Третья столица России. Третья столица, не только потому, что Владимир Путин любил проводить там время, ему очень нравилась эта третья столица, буквально с первых месяцев и недели его пребывания на президентском посту, но еще и потому, что действительно это единственный субтропический курорт нормальный в России. А инстинктивное желание русского человека – это прорваться к теплому морю, которого за всю историю нашей цивилизации русский человек был лишен. Отсюда, собственно, рассуждение о проливах бесконечной, о контроле над проливами, который давно утрачен. Собственно, его никогда и не было, но, собственно, сама мечта утрачена о контроле над проливами. За ее бессмысленность. Мечты о Крыме, Константинополь должен быть наш, собственно, остров Крым Василия Павловича Аксенова, как модель идеального русского государства, находящегося у теплого моря. Вот Сочи – это остров Крым имени Владимира Путина. Он просто написал эту книгу не Василий Павлович Аксенов, а Владимир Иванович Путин. И поэтому книга «Остров Сочи» отличается от аксеновского острова Крыма точно так же, как Путин отличается от Аксенова. И поэтому все те враги вот этого проекта, которые сейчас имеют нахальство что-то такое говорить, должны быть разгромлены, выключены. Средства массовой информации должны петь о Санну. И под это дело уже идет новая кампания. Значит, скажем так, вчера дождь прекращаем, а сегодня возьмемся за «Эхо Москвы» в связи с выступлением Виктора Шернеровича, который, так сказать, некоторые аллюзии между Олимпиадой 1936 года и современной допустил, да? Так получается? Никто не должен покушаться на святое. И дождь, и то, что происходит вокруг «Эхо Москвы» – это во многом бизнес-конфликт, связанный с личностью Михаила Юрьевича Лесина, главы холдинга «Газпром-Медиа». Как мы знаем, Михаил Юрьевич Лесин был в медведевские годы гоним. В опале. Да. Поэтому, когда Владимир Путин вернулся на президентский пост, Михаил Юрьевич вместе со своим партнером по чувствам по Перу Алексея Алексеевича Громова, бывшим пресс-секретарем президента, а ныне первым заместителем руководителей его администрации, решили взять реванш. То есть это выкорчевывание медведевщины? Это не выкорчевывание медведевщины в политическом смысле, а в бизнес-смысле. Это очень важно понимать. И в первую очередь это месть Натали Тимаковой, пресс-секретарю Медведева, которая в бытность пресс-секретарем президента Медведева совершила слишком много шагов, направленных против интересов этих людей. То есть расплодила либеральную заразу? Сначала, ну, я бы не назвал заразу либеральной, потому что мы прекрасно помним, что когда Медведев приезжал на канал «Дождь», то там выкорчевывали с корнем проект Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова «Поэт и гражданин», только для того, чтобы Медведев не расстроился. Поэтому я никогда не вспомнил Медведева как либералович в чем-то отличном по взглядам от Владимира Путина. Этого корчевы Медведевщины как некой корпоративной сущности, но не идеологической и не политической. Но согласитесь, что РИА Новости под руководством Дмитрия Киселева – это будет нечто другое, чем при предыдущем начальстве. Ну, посмотрим, что это будет. Конечно, будет нечто другое. Я, кстати, не исключаю, что Светлана Миронюк в каком-то качестве вернется в большой медиаменеджмент, но это уже другой вопрос. И, опять же, все эти идеологические конструкции носят характер только повода, потому что в условиях российской монетократии, то есть во всевласти денег, ни аутентичной идеологии, ни аутентичных политических концепций быть не может. Ведь когда Дмитрий Киселев пришел знакомиться с коллективом РИА Новости, ныне «Россия сегодня», что фактически он хотел сказать коллективу? Что в действительности все не так, как на самом деле. Что страшным гомофобом, консерватором и закручивателем гаек, и устроителем истерик по любому поводу, он является только в эфире своей программы. То есть он хотел сказать, что он актер, да? Да. А к ним пришел как режиссер? Да, совершенно верно. Что не надо верить мне. И это сегодня скажет любой. С «Цехом Москвы» та же история. Ясно, что не высказывание Виктора Шендеровича сами по себе имеет какое-то значение. Имеет значение, что готовится общее собрание акционеров, когда останется «Цехом Москвы», на котором, во-первых, произойдет смена генерального директора на креатуру Михаила Юрьевича Лесина, а во-вторых, будет предпринята попытка поторговаться с Алексеем Алексеевичем Венедиктом, но не в самом собрании, конечно, когда будет все уже решено, а в преддверии этого собрания, о том, на каких условиях он сохранит пост главного редактора. Это конфликт именно такого порядка. Я хочу сказать, что это бизнес-условие, а не политические условия. Это бизнес-условие, вуалируемые под политику. И поскольку у Владимира Путина есть несколько чувствительных жил и квадратных сантиметров его президентской кожи, собственно, их два. Это Олимпиада, которая должна вписать его вместе с Санкт-Петербургом в единый учебник истории, и Великая Отечественная война, потому что Владимир Путин, возможно, небезосновательно полагает, что если поставить под сомнение святость победы Советского Союза в Великой Отечественной войне... Скрепы рухнут. Да, тогда, собственно, нужно вообще поставить вопрос, а не надо было сдаться Германии изначально. Не надо было революцию устраивать. Нет, ну, история не терпится слагательного наклонения. И Владимир Путин, как человек консервативного сознания, он человек абсолютно консервативного сознания, он не тот человек, который ломает встоявшиеся веками или десятилетиями конструкции, а человек, который может их поддерживать, как-то полировать и шлифовать, но не более, не менее того. Он считает, что вот обрушение мифологии Великой Отечественной войны приведет, собственно, и вообще как к обрушению любых представлений о самоценности национального суверенитета и ценности той государственности, которую мы имеем. Поэтому он очень болезненно реагирует вот на эти два пункта. И, с одной стороны, придворные подхалимы, которые хотят засветиться на фоне Владимира Владимировича в том, насколько они его любят и понимают глубинные мотивы и движения его души, а, с другой стороны, обслуживают вполне конкретный бизнес-интересный, наступающий на, в данном случае, дождь, ехо Москвы, спешат воспользоваться этими чувствительными струнками. Станислав Белковский, политолог, автор многих мудрых книг в эфире «Радио Свобода», 8 800 222 12, телефон для ваших вопросов в прямом эфире. Давайте один вопрос возьмем, вот издалека, из Иркутска. Андрей звонит. Пожалуйста. Андрей, ваш вопрос. Михаил, добрый вечер. Станислав Белковский. Вот хочу начать с, наверное, раскола, так скажем, разъединения партии Парнас. Так вот я считаю, что вот в этом случае просто невозможно объединить необъединяемое, ведь тот же Рыжков и тот же Немцов и тот же Касьянов это совершенно разные люди. Но мне, допустим, больше политика Рыжкова близка. В то же время вот здесь есть некое противоречие. Почему? Потому что я, допустим, несмотря на то, что больше мне близка политика Рыжкова, не считаю, что нужно договариваться с властью. Почему? Не потому что там сама по себе там власть, признанная, непризнанная, сейчас уже не будет. А чтобы даже не признавать вот этот вот воровской, воровской такой вот этот криминал власти. То есть он во всех структурах... Это скорее мнение такое, что вот люди не могут объединиться разных политических взглядов. А почему в Украине Яценюк, Кличко и Тягнебок могут стоять на одной трибуне, хотя они, в общем, несколько разных политических взглядов, прямо скажем. Они, конечно, не в одной партии, но действуют, в общем, очень согласованно. Между Кличко и Тягнебоком существуют большие политические и идеологические противоречия, но они стоят на одной трибуне, потому что они объединены близкой целью, взять им власть. Она близка, эта цель? Да, я думаю, что она достаточно близка. Так же, как и было в 2004 году, во время Оранжевой революции-1, когда Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, будучи не просто людьми разных взглядов, но просто личными врагами, поддерживали один другого, именно друг друга, я уже начинаю по-украински, как я сейчас говорю, поддерживали друг друга, для того, чтобы революция победила, и это свершилось. Что же касается партии Парнац, еще раз повторю, что отношение к власти или к идеологическим нюансам не является причиной раскола. Потому что, собственно, три года назад эти люди объединились в одну партию, и три года их ничего не смущало. Но вспомните, это были другие и другие годы. 2011 год, казалось, что ситуация может измениться, и начало 2012. Нет, она, собственно, очень изменилась за эти годы, независимо от чего. Но она сначала в одну сторону, а теперь в другую. Она все время меняется, каждый день. То в одну сторону, то в другую, потому что двунаправленность, это и есть основная черта той политической турбулентности, которую мы переживаем. Сажаем Ходорковского, а потом сажаем людей по болотному делу. Нет, люди по болотному делу готовились есть все. Потому что отпустили половину, знаете, это стакан на половину пустыли, на половину пола. Мы о болотном деле сейчас можем поговорить отдельно, потому что там тоже есть важный аспект, связанный с политической психологией президента Путина, без понимания которого нельзя оценить болотное дело в целом. Не трогайте за погону, да? Там что-то такое святое. Путин боится, что силовики выйдут из повиновения. Он боится повторений ситуации перестройки 1, когда тотальная попытка политического руководства дистанцироваться от уже данных им же приказов приводило к тому, что в решающий момент силовики просто не делали ничего. Как они ничего не делали в августе 91-го во время так называемого виртуального кучи. То есть сначала-то они делали, там, в Вильнюсе делали, и в Баку делали, в Белиссе делали. Да, но после того, как выяснилось, что Горбачев ничего об этом не знал. И не хочет знать. Да, и, собственно, военные, которые получили приказ, должны отвечать в полном объеме лично за все совершившееся. В решающий момент, когда надо было спасать советскую власть, никто ее спасать не прошел. Вот именно этого боится Владимир Путин, и поэтому он считает важным создать прецедент, что любая попытка даже неправильно похлопать человека в погонах по щечке должна быть наказана. Что же касается ответа на вопрос про Парнас, повторю еще раз. Причина конфликта состоит в том, что Михаил Касьянов и Борис Немцов решили отдать партию Навальному, а Рашков с этим не согласен. Все остальное глубоко вторично. Хорошо, но вот вернемся к пропаганде. Вы говорите о бизнес-конфликте, но что бы там ни было, тон направленность российской пропаганды в связи с событиями в Киеве, в Украине, на Майдане, он стал гораздо более жестким, резким, такая демоническая пропаганда господина Киселева, и падает она на подготовленную почву. Смотрите, вот уже опросы. Там 84% по данным Левады считают, что это государственный переворот в Киеве, 44% что выходит на акции протеста под влиянием Запада, 35% под влиянием националистических настроений. Значит, российское общество, оно готово эту пропаганду принимать. Почему? Потому что российское общество вообще очень падко на все, что исходит от государства, то есть от царя. Если завтра Дмитрий Селев расскажет нечто прямо противоположное, то точка зрения российского общества изменится в один день. Всего? Ну не всего, но значительной части тех людей, которые сейчас подситируют на вопрос. Кроме того, я бы не абсолютизировал результаты социологических исследований вообще. Я много лет об этом говорю, что с помощью социологии можно доказать что угодно. Например, корреляцию между политическими взглядами человека и формой его ушей. Это легко делать с помощью статистики, и никаких вопросов нет. И никто не подкопается к этому результату. Точно так же важно иметь в виду одно обстоятельство, что сегодня корреспондент, то есть простой гражданин России, воспринимает социолога как полицейского агента власти. Поэтому зачастую он отвечает не то, что думает на самом деле, а то, что с его точки зрения власть хочет от него услышать. Это искажает, безусловно, оптику социологических вопросов очень серьезно. Но поскольку социологи, уважаемые, не хотели бы привлекать внимание к тому, что их оптика может серьезно искажать ситуацию, то это не обсуждается в том объеме и в той мере, в какой следовало бы. Станислав, но если вот к великой большой политике перейти, Путин в Сочи, вот в этом святом месте, встретился с Януковичем. Святом для него месте. Да, для него Янукович приехал. О чем-то они, видимо, говорили, наверное, об этих 15 миллиардах, из которых 3 уже Украина получила. Эта встреча что-то изменила в развитии событий в Украине? Нет, потому что новый транш Янукович не получил. Он очень рассчитывал получить в ближайшие дни еще 2 миллиарда, которые острым необходимы для затыкания бюджетных дыр. Ничего не случилось. А для того, чтобы его получить, ему нужно было послушать Сергея Глазьева и применить силу? Силу он не может применить. Но ему советуют все из Москвы, да? Ну, Сергей Глазьев вообще большой ученый, языка знаний, познавший толк. И единственное, чего он добивает, своими советами, а мне кажется, что его накачивают, как из украинской определенной политики, в частности, Виктор Медведчук и Андрей Клюев. Виктор Медведчук – это кум Владимира Путина. И его основной эксперт по украинскому вопросу, бывший руководитель администрации президента Кучмы. А Андрей Клюев – это действующий руководитель администрации президента Януковича. Потому что ему очень выгодно все свалить на Россию. То есть Януковичу очень выгодно кому-нибудь рассказать, в том числе каким-нибудь западным визитером или собственным лидером оппозиции, что вообще-то он поймальчик и совершенно не хотел его применять силу. Но Путин выкрутил ему руки, сказав, что получишь еще 2 миллиарда, но только если расстреляешь кого-нибудь из автомата. Это стандартный прием Виктора Федоровича Януковича, на который, мне кажется, не ловится уже даже и президент России. Ну вот против Майдана сейчас бюрократия, силовики, крупный капитал. В России они победили шаг за шагом. А в Украине они имеют шансы на победу? В ситуации, когда на поверхность начали выходить новые радикальные лидеры, такие профессиональные революционеры. Значительная часть бюрократии и крупного капитала за Майдан. Потому что Виктор Янукович всем источертил. Он приходил в 2010 году к власти как человек, умеренный на фоне Юлии Тимошенко. Который обещал элитам, что он будет их умеренным модератором и соблюдет все интересы. И поначалу так и было. Первое правительство Януковича, образца 2010 года, вбирало в себя представителей самых разных олигархических кланов и даже заблудших туда случайно членов команды Ющенко, типа Петра Порошенко или Виктора Болой. Но в 2012 году, после парламентских выборов, принесших победу партии регионов Виктора Януковича, в очередной раз, Янукович сорвался с катушек. Он решил, что теперь он будет разруливать все ситуации единолично и он никому больше ничем не обязан. Во многом это и привело в конечном счете к тем политическим ошибкам, которые он совершил в минувшем году, к Майдану и к тому, что сегодня многие бывшие соратники Януковича и его спонсоры, люди, которые поддерживали его в его политических проектах минувших лет, фактически встали против него. Вот нас тут спрашивают о Юлии Тимошенко. Освободят ее или нет в ближайшее время? Юлия Тимошенко – это сегодня самая пассионарная политика Украины. И Виктор Янукович ее страшно боится, освобождать не хочет. Но, конечно, если будет сформировано правительство во главе с участием оппозиции с оппозиционным премьером, то Воленс-Ноленс Юлия Тимошенко придется освобождать. Другое дело, что ее выход на свободу приведет к новой коллизии, к новому противоречию. А хотят ли оппозиционеры допустить ее к борьбе за власть и передать ей ту власть, которую она выстрадала не только долгими годами в политике, но и почти тремя годами, двумя с половиной годами в тюрьме? И хочет ли она новой конституции? Она не хочет новой конституции, она об этом уже заявила в письме собственной партии Батькевщины, потому что она хочет стать президентом Украины с теми полномочиями, которыми сегодня располагает Виктор Янукович. Элиты Украины и оппозиции этого не хотят, потому что они не хотят попасть из огня до полами и от авторитарного лидера одного типа к авторитарному лидеру другого. Просто идут такие слухи о встрече Клюева, главы администрации президента Януковича, с Тимошенко в Харькове на прошедшую неделю. У меня нет достоверной информации об этой встрече, но я бы не исключал того, что это случилось, потому что, во-первых, Андрей Клюев всегда был достаточно лоялен к Юлию Тимошенко. Он контактировал с ней в прежние годы и был одним из архитекторов проекта Альянса Виктора Януковича и Юлии Тимошенко, который планировался в 2008-2009 годах, но рухнул в последний момент, в том числе из сопротивления определенных конкурирующих фирм в окружении Януковича. И сегодня, как мне кажется, Клюев и Янукович могут считать, что объективно Тимошенко может разрушить вот эту диалектическую триаду кличку «Ценюк-Тигнебок», и, может быть, ее выход на свободу в новом качестве скорее сохранит Януковича в власти, чем приведет к его стремительному удалению от нее. Это, на мой взгляд, достаточно наивное предположение, но Янукович сегодня хватается за любую соломинку, чтобы выплатить и сохранить власть еще на неопределенный срок. Так, да, вот спрашивают, видимо, вас же и цитируя, сколько осталось Януковичу тянуть резину? Максимум до марта 2015 года, когда состоятся очередные президентские выборы. Я не исключаю, что он идет раньше. Тут я видел в вопросах, выскочила на одно из таких заметных мест, новая, не знаю толком существующая или нет, партия, связанная с Петром Порошенко. Это реальная будет сила на выборах, если они состоятся? Досрочные? На президентских выборах нет. Все-таки я не считаю Петра Порошенко приоритетным кандидатом в президенты. Но Петр Порошенко рассматривается как один из, вероятно, кандидатов к премьер-министре, если все же будет сформирован оппозиционный кабинет. И в этом качестве он является достаточно компромиссной фигурой между Лагерем Януковичем и Лагерем оппозиции. Порошенко близок к Николаю Азарову, бывшему премьер-министру. Порошенко в хороших отношениях с бывшим председателем парламента Украины Владимиром Литвиным. И ясно, что это не человек, который будет устраивать репрессии. Он, собственно, может создать какой-то формат диалога между уходящей властью и властью приходящей. Вот еще один вопрос из Украины. 16 февраля истекает срок действия закона о псевдоамнистии обмен захваченных зданий на заложников, арестованных во время протестных акций. Как показала прошедшая неделя, закон выполнен не будет. Власть пошла на обман. В общем, хотят прогноз развития ситуации хотя бы на следующую неделю от вас. Прогноз именно на следующую неделю сделать достаточно сложно, потому что есть масса противоречий внутри оппозиции и между радикальным крылом, который сегодня уже выдвигает своих новых лидеров. Например, человека по имени Дмитрий Ерош, лидера движения «Правый сектор», который уже заявлен в качестве нового публичного политики, готового и способного вести диалог из оппозиции, из власти поверх голов лидеров нынешней оппозиции. Но стратегический прогноз для меня очевиден. Что бы ни случилось в ближайшие недели, эпоха Януковича заканчивается. А какая эпоха начинается? парламентской республики европейского образца? Да, конечно. Поскольку, на мой взгляд, и для элиты, и для активной части украинского общества, очевидно, что никакой демократии европейского образца, хотя бы и приблизительной, не может быть в условиях нынешней конституции. А она им нужна, демократия? Да, конечно. В первую очередь... То есть в России не нужна, а в Украине нужна? Нужен предоходитель от самовласти. А он лежит в том числе и в юридической почте. А в России уже предохранитель сломан давным-давно и ничего не вернуло? Ну, в России предохранитель сломан еще в средние века. Ну, нельзя же так безнадежно смотреть на жизнь. Я совершенно не смотрю на жизнь безнадежно, потому что весь вопрос в том, когда режим, существующий в России режим, начнет отдавать концы объективно. И тогда состоятся дебаты Путина и Навального? Нет, дебаты Путина и Навального не состоятся, пока Путин остается президентом России. Потому что Путин на них никогда не пойдет. Но вы правильно заметили, что, например, тот же Навальный, на мой взгляд, и строит свою политическую стратегию на известной фразе «Все умрут, а я останусь». Что с точки зрения многих оппозиционеров и его в первую очередь, важно просто досидеть до того дня, когда режим начнет цыпаться и остаться единственным или как минимум главным с большим отрывом от остальных оппозиционеров. А поэтому у оппозиционеров выходит на передний план стратегии в этап тривния оппозиции, скорее чем борьбы с властью. А вот в Украине Янукович согласился провести дебаты с лидером партии «Удар» господином Кличко. Почему он на это идет? Вот вы говорите, Путин не согласится, а Янукович идет на такие дебаты? У него нет выбора. Он должен идти на мелкие уступки, чтобы не идти на более крупные. Это позволяет ему по-прежнему тянуть резину. А это дебаты это уступка действительно? Ну конечно. Или какая-то наступательная акция? Нет, это не наступательная акция. Может быть Кличко не оратор и проиграет эти дебаты оратору опытному Януковичу? Это ничего не изменит. В 2004 году Янукович объективно выиграл дебаты у Виктора Ющенко. Телевизионные дебаты, предшествовавшие президентским выборам. Я сам смотрел оба раунда дебатов. Я хочу сказать, что Вавсенович в первом раунде Янукович точно был значительно убедительным. Это можно связывать с разными махинациями, манипуляциями в процессе подготовки дебатов. Но это уже другой вопрос. Это не повлияло ни на что. Потому что для аудитории на Майдане все равно Кличко является достаточно легитимным кандидатом в президенты, а Янукович уже нелегитимным уходящим президентом. Это на Майдане, а в стране? Страна разная, правда? Есть Восток, Запад, Центр. Восток и Юг, традиционная электоральная база Януковича, сильно разочарованы тем, что обещание 2010 года, в первую очередь улучшение жизни уже сегодня, это был основной предвыборный слоган Януковича, покрашение вашего життя уже сегодня, мягко говоря, невыполнено. Так, семья Януковича живет все лучше и лучше. Это да. И это все понимают. Поэтому рейтинг Януковича в Донецке, который перед выбором 2010 года достигал 80%, сегодня не дотягивает и до 30%. И это очень показательно. Ну, понимаете, тут есть такой опять парадокс, да? В России Владимир Путин и, по крайней мере, его окружение, о котором мы знаем, все эти ретенберги, живут все лучше и лучше. Это, правда, не сильно сказывается на рейтинге Владимира Владимировича. Потому что это рейтинг монарха, я тоже много раз об этом говорил, который определяется монархическим ритуалом. Важнейшим элементом который является безальтернативность монарха. Рейтинг Горбачева начал обваливаться, Ельцин. Как реальный, признаваемый в таком качестве альтернативный кандидат на пост главы государства. Не важно даже какого, СССР или России. Ельцин всегда страдал постольку, поскольку у него существовал конкурент в реальном времени. Как правило, его же премьер. Или... Не Зюганов? Нет, Зюганов не воспринялся в таком качестве. Лебедь, Примаков, Черномырдин и так далее. Путин сделал все, чтобы не малейшие возможности прямого сопоставления его с любым другим политикам не существовало, равно как и возможности претензий на власть со стороны такого альтернативного политика. Вот то же самое, мне кажется, Навальный собирается сделать в оппозиции. Вытоптать оппозиционное поле точно так же, как Путин вытоптал поле борьбы за власть. Оппозиционное поле может вытоптать само себя и без Навального. Ну, оно сужением занимается, но тут важно, что оппозиционеры очень хорошо научились усваивать плохие привычки Владимира Путина вместо того, чтобы усваивать хорошие. Если бы оппозиционеры научились, как Владимир Путин, не предавать друзей и ценить то, что они получили в разные эпохи своей жизни, как Путин получил от Собчака и Ельцина, то, может быть, ситуация в оппозиции в психологическом политическом смысле была бы гораздо здоровее. Мы забыли одну фигуру. Видим, Олимпиада действительно как-то так все затмевает и наводит такой информационный шум, да? Михаил Ходорковский. Почему Кремль его больше не боится? Или боится все-таки? Я думаю, что по большому счету не боится. Ну, Кремль это понятие растяжимое, Владимир Путин его не боится. Он убедился за 10 лет в двух вещах. Во-первых, у Путина исчез комплекс самозванца, который во многом определял его поведение в первые годы правления. Путин не верил, что такой человек, как он, простой парень, может стать президентом России, причем в одночасье. Я думаю, что просыпаясь в президенции Нового Огарева, он щипал себя за все доступные для того места, чтобы убедиться, что это происходит с ним на самом деле, и он действительно президент. Но потом, не без влияния, в частности, Гехарда Шредера, Сильвея Берлускони и некоторых других друзей на международное время, а также собственной наблюдательности, зрительного и других анализаторов, он вдруг увидел, что и другими великими державами руководят такие же простые люди, как он, что разницы между ним и главами стран большой восьмерки в общем нет. И когда он это осознал, когда он понял, что демократия привела к выхолощиванию вырождению личностей, то есть эпоха гениев типа Черчилля прошла. Да, шоу никаких Черчилля и Деголли уже давно нет, он от этого комплекса самозванца избавился. Тем более, все люди системы Шредер Брилоскони объяснили ему хорошо, что Европу управляют бездарности ханжи и лицемеры, и только мы втроем олицетворяем что-то живое и творческое на этом фоне и в этой среде. А плюс Путин изучил Ходоковского, то есть он перестал бояться как бы самого себя, как самозванца, он изучил Ходоковского, и понял, что Ходоковский ни в одном глазу не революционер. Он менеджер, он управленец, он бизнесмен, который исходит в первую очередь из ресурсного подхода, а значит не будет пускаться ни в какие авантюры, не будет четвердо уверенным, что он может победить. И Ходоковский скорее корит себя за ошибку 2003 года, чем питаем жаждой кровавой мести к Владимиру Путину. Вы уверены? Вы же с ним виделись, кажется. Да, это моя оценка, основанная в том числе и на результатах нашей с ним встречи. Поэтому Путин решил его отпустить. Это не устраивает многих людей в окружении Путина и в первую очередь главу Роснефти Сечина, но в данном случае Путин решил сбросить это бремя со своей души, независимо от позиции ряда своих соратников. Давайте еще звонок примем тоже издалека, из Абакана. Александр, ваш вопрос, пожалуйста, господину Белковскому. Александр. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел спросить гостя вашего, Станислава Белковского, о перспективах возможных вхождения Рыжкова и остатков его партии РПР в партию Гудкова, во-первых, составу демократическую, недавно образованную, или в партию Прохорова. Насколько вероятны вот эти возможности? Скорее партия Прохоровых. Да, пожалуйста. Это детали, которые мне неизвестны, об этом надо спрашивать Рыжкова, и думаю, что и остальных упомянутых здесь персонажей, думаю, что сейчас они сами не смогли бы сказать ничего определенного по этому поводу. Но мне представляется, что Рыжков будет искать определенного альянса, он не останется один. И вполне возможно, что он займет определенную нишу в партии системных либералов, которая будет создаваться и замещать с собой давно почивший БОЗИ СПС. То есть новая партия? Ну, новая на базе одной из существующих или в какой-то другой комбинации. Сейчас, когда регистрация партии существенно облегчилась, это уже дело техники. В среду в Госдуме обсуждают закон о выборах в Государственную Думу, извините за тавтологию, главное, что там теперь будет... Обсуждать закон о выборах в себя. Да, 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 да. Смешанная система и по округам, и по списку. И к выборам будут допускать только те партии, которые сейчас в Думе или получили больше трех процентов, то есть яблоко, или тех, кто имеет депутата в законодательных собраниях по партсписку, ну там их 10 или 12 получается всего. Что это принципиально меняет или не меняет вообще ничего? Ничего. Я считаю, что все эти условия для любой серьезной политической структуры, нацеленной на борьбу за власть, абсолютно выполнимы. Когда происходила либерализация партийного законодательства в начале 2012 года, то многие высказывали опасения, что это делается специально, чтобы наплодить фиктивных партий, тем самым дискредитировать саму идею многопартийства. Наплодили. Наплодили. Восьми штук. Да. И оппозиционеры, собственно, думали о том, что сейчас все эти партии хлынут на выборы, не будет различий между серьезными и партиями несерьезными. Поскольку эти меры, которые сейчас предлагаются рассматриваться, в общем, ограничивают участие прямых клоунов в выборах, то я, как человек оппозиционных взглядов, их поддерживаю. Вместе с... Тем более, что те... С думскими партиями. Те барьеры, которые вводятся, но они смешные. То есть, если... Ну, собрать 200 тысяч подписей для серьезного политика, это ничто. Я понимаю, но собрать-то можно, а потом их признают недействительными, как это многократно было на всех выборах последних десяти лет. В условиях неработающей судебной и правоохранительной систем, возможно, любые ухищрения, чтобы снять с выборов любую партию, любого политика, в этом смысле это ничего не меняет. Чисто формально, я считаю, эти меры благотворными. А то, что они могут использоваться не так, как они задуманы, ну, конечно, мы живем в такой стране, где нет правосудия, знаете, мы можем ожидать что угодно, от кого угодно, в какой угодно момент. Все-таки хочется вас спросить, так, пользуясь термином Гумилева, о пассионарности. Да, вот в Украине появились люди, которые верят в то, что она должна стать европейской страной, причем любой ценой, да, берутся за булыжник, там, за бутылку, с горючей смесью и так далее. А в УКО в России возможно появление пассионарных революционеров? Пассионарность же не складывается из отдельных людей. Пассионарность это некий питательный бульон, возникает из некого питательного бульона, из среды, из исторических приготовлений к ее появлению. И на Украине это складывалось, это складывалось много лет, и уже с 2004 года мы убедились в том, что это существует. Виктор Янукович просто будет человеком неглубоким, недалеким, хотя умным, в чисто бытовом плане этого слова, он не идиот, не увидел, что вот эти, не увидел истинных причин, почему украинский народ простил ему предыдущие репрессивные меры. Я решил, что украинский народ смирился со всем чем угодно, что оказалось большой ошибкой. Россия сегодня страна потухших глаз. Мы не видим желания менять систему. Даже невозможности, потому что возможности всегда вторичны по отношению к желанию. Как в личной жизни человека, как и в деловой жизни, так и в политической жизни. А куда же делись все люди, которые выходили на болотную? Никуда не делись. Они же живые, они не уехали никуда, они здесь, рядом. Но я все равно считаю, что Россию рано сбрасывается с счетов, потому что мы живем в стране, где не предсказуем не только прошлое, но и настоящее. И триггером может стать все, что угодно для большого протеста. Но, конечно, оппозиционные лидеры несут огромную ответственность за то, что они профукали массовые протесты, что они не смогли стать ни моральным, ни политическим лидером этих протестов. Но и при всем при этом я не драматизирую ситуацию. Я считаю, что объективно у России только два пути или развалиться. Здесь Владимир Путин как символическая фигура, как это не смешно, это последнее, что удерживает страну от развала. Если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, все. Других скреп нет. Скреп это его... Не он сам. Не он сам как физическое лицо, он сам как символ. Потому что после его ухода уже непонятно, что, собственно, объединяет народ. Значит, он будет вечным. Ничего вечного не бывает. Но альтернативный сценарий это все-таки трансформация России в национальное государство европейского образца. И если этому государству суждено состояться, то так и произойдет в ближайшие годы. А, на мой взгляд, так может произойти в ближайшие годы только по одной причине. Что такого типа трансформации является единственным условием сохранения русской культуры. А русская культура является застоянием человечества, которое утрачено, быть не может. Я понимаю, что этот аргумент покажется большей части нашей аудитории весьма иррациональным. Но Россия это вообще страна, в которой иррациональные аргументы, особенно в критические моменты истории, всегда превалируют над иррациональными. Станислав, считаете ли вы шоу Константина Эрнста тем самым высокохудожественным произведением, ради которого и должна сохраниться нынешняя Россия? Ну, конечно, нет. Я понимаю все иронию вашего вопроса, поэтому мне даже неудобно отвечать на него столь серьезно. Я не был потрясен увиденным. Я смотрел почти все открытие. Просто потому, что я и так не сомневался, что оно будет сделано очень качественно. Потому что мы знаем, что у Константина Эрнста хороший вкус, во-первых, и он хороший менеджер, во-вторых. Поэтому я ожидал, что это будет не позорное зрелище, а вполне соответствующее уровню открытия Олимпийских игр. Другое дело, что это не относится к категории искусства, в этой индустрии. И, на мой взгляд, шоу называлось «Сны о России». Я бы назвал его «Сны Константина Эрнста о кино». Потому что, наблюдая за карьерой Константина Львовича, мы с ним очень мало знакомы, но, естественно, я его знаю как телезвезду в качестве зрителя. Будучи зрителем, знаю его как телезвезду много лет. И, наблюдая за его карьерой, я пришел к выводу, что Константин Львович всегда хотел быть большим кинематографистом, кинорежиссером, точнее. Но у него почему-то это не получилось. Может быть, потому, что статус государственного теленачальника несовместим с кинорежиссурой. Может быть, по какой-то другой причине. Сейчас ходят слухи, что после Олимпиады он покинет Первый канал и возглавит некую структуру типа Госкино, которая будет вычленена из Министерства культуры. Так это или нет, я не знаю точно. И понятно, что открытие Олимпиады это сублимация Константина Эрнста на тему кино. Открытие это блокбастер в исполнении Константина Эрнста типичного. Закрытие, как уже нам обещали, это будет арт-хаус. Некоторые просто заметили, что вот эти сны, они все-таки расходятся с образом единого учебника истории, который увидели, так сказать, подготовленный для школы, который читал Владимир Путин и, кажется, даже утвердил как-то. Вот есть некое такое распространение. Я думаю, что Эрнст сделал тот сценарий, который он хотел. Вообще, это в путинской России очень часто бывает, что Путиным оправдывается все. Хотя, на самом деле, многие действуют по принципу, что хочу, то и врачу, а с Путиным все согласовывается задним числом или просто люди опираются на игнорирование Путина и некоторых подробностей для него неважных. Эрнст сделал все, как он хотел, подряд с Единым учебником истории оправдывается очень просто. Это экспортный вариант. Олимпиада-то предъявляется на экспорт как событие, а Един учебник истории, он существует для бедного русского народа. То есть, так все и будет, как повелось со времен Петровской Руси. Есть элита, которая ориентирована на Запад со своими капиталами, связями и так далее. Есть та самая публика, которая должна по очереди ненавидеть Америку, Эстонию, Украину, Грузию и еще кого-нибудь. Ну, ей расскажут, кого надо. Да, видя врага в ком угодно, только не в собственной элите, бесстыдной, бессовестной и эксплуатирующей. Это пока так. Я не утверждаю, что так будет. Единственный выход из этого, это национальное государство европейского образца, потому что только в национальном государстве возникает нация, как сообщество политически равных и культурно-однородных субъектов в соответствии с классическим просвещенческим определением нации. Разрыв между элитами и народом не будет ликвидирован, пока мы не возьмем на вооружение концепцию национального государства и не откажемся от фантома империи, которая, наконец, должна быть ликвидирована раз и навсегда. Вот Владимир как раз говорит, могут ли безоружные граждане переговорами, уговорами упросить вооруженную до зубов банду отдать власти награбленной? Это такой вот народный вопрос. Пример Украины, где люди не этнические, не ментально, не культурные, еще недавно, ну, этнические культуры не столь сильно отличаются от нас, а еще недавно не отличались от нас сильно и ментально. Да, могут. Главное преодолеть в себе вековые комплексы и фобии перед всепоглощающим государством. Удастся ли нам это? Я не берусь судить. Я просто исхожу из того, что в истории всегда происходит то, что должно произойти. Если России суждено сохраниться, то такой сценарий будет реализован. А если и не суждено сохраниться? Значит, она не сохранится. В конце концов, на нашем веку, в 1991 году, мы уже пережили распад исторической империи России, потому что сегодня мы имеем в виде Российской Федерации это большой, но всего лишь обломок империи. Ну что ж, мы должны быть готовы пережить такого типа исторический эксцесс по новой. Опыта нам не занимает. Просто те люди, которые хотят великой России, как они ее понимают, советской, досоветской, какой угодно, в этой логике они должны сказать, значит, надо цепляться за Владимира Путина до конца. Ну, видимо, это они и будут делать и вместе с ним уйдут в историческое небытие. Дай им Бог. Спасибо. Гости московской студии Радио Свобода сегодня в программе «Лицом к событию» был политолог, автор многих мудрых книг, политтехнолог на пенсии Станислав Белковский вел эту передачу. Михаил Соколов. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok